Министерство здравоохранения будет просить правительство продлить сроки реализации проекта системы электронного здравоохранения до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщила представитель министерства Анна Страпцина. Министр здравоохранения Илза Винкела ранее признала, что при внедрении проекта системы ЭВСЛИБА в свое время были допущены ошибки, которые теперь очень осложняют ее дальнейшее развитие. Ранее сообщалось о том, что в ближайшие три года в развитие системы электронного здравоохранения планируется вложить еще 10 миллионов евро, после чего, как отмечают авторы этого проекта, система станет более упорядоченной, а также будут введены электронные направления и электронная запись к специалистам. 7 февраля самоуправление Дагополса с рабочим визитом посетили представители Резакнинской городской думы. Цель поездки – изучить опыт Дагополских коллег в работе с семьями, детьми и молодежью, а также участниками республиканского конкурса «Самое дружественное для семей самоуправление». В этом конкурсе Дагополская городская дума дважды становилась победителем. Представитель самоуправления Резакна интересовал опыт работы также в реализации социальных программ и программ по поддержке многодетных семей. Как известно, в этом году список льгот, предназначенный для данной категории горожан, расширился. В частности, в этом году у детей из многодетных семей будет приоритет при регистрации на участие в программе летней занятости молодежи и при регистрации в летние лагеря отдыха. «Нам очень нравится, насколько много делается в Дагополсе для семей, для детей, много для многодетных семей. Какие льготы, какие виды услуг. Особенно, конечно, интересны те проекты, где участвуют молодежь, где участвуют семьи». Большой интерес у наших соседей вызвала и муниципальная программа по выделению грантов «Импульс», участие в которой с каждым годом принимает все больше начинающих предпринимателей. «В прошлом году таких авторов бизнес-идей было более сотни, по-моему, около полутора сотен, где-то половина получила софинансирование от Думы. Это, во-первых, большая польза, а во-вторых, мне кажется, это очень важно для молодых людей не только материальная помощь, но также и какой-то такой моральный, что ли, психологический, такой акцепт, поддержка. Поэтому мы рады за своих соседей, мы какие-то вещи сможем использовать также у нас». В этом году стоимость путевок в муниципальные летние лагеря отдыха может быть увеличена на 10 евро. Данный вопрос был рассмотрен на заседании профильных комитетов Тагубской городской думы. Таким образом, в этом году за 15 дней нахождения ребенка в дневном лагере, возможно, уже придется заплатить 86 евро, за 18 дней – 96 евро и за 20 дней – 103 евро. Цена путевки в круглосуточный лагерь для детей на 14 дней с четырехразовым питанием будет равна 147 евро. Окончательное решение еще предстоит принять на заседании городской думы. Руководитель молодежного отдела самоуправления Гунита Ванага напомнила, что еще во время рассмотрения проекта городского бюджета на 2020 год депутаты сами предложили увеличить стоимость путевок на 10 евро, что и было сделано. Напомним, в этом году в Дагубелсе планируется открыть 19 лагерей, которые смогут посещать дети не младше шести лет. При этом у ребят из многодетных семей при регистрации будет преимущество. Для них прием заявок начинается 21 марта с 10 часов утра и продлится включительно до 27 марта. Для остальных регистрация начнется с 10 часов утра 4 апреля. 31 января в Дагубелсе на линию вышли новые трамваи, но недолго горожане радовались, особенно те, кто проживает вблизи трамвайных путей. Дело в том, что у новых вагонов существует одна неприятная особенность – свист при торможении перед остановками. Руководитель предприятия Дагубелсатексмы Сергей Благовещенский признал, что новые вагоны действительно производят больше шума, чем старые. Причина объясняется в рекуперативном торможении, при котором часть электроэнергии возвращается в электрическую сеть. Но именно такое торможение дает ощутимую экономию электричества, так как выработанная электроэнергия возвращается и передается в контактную сеть. Это может быть использовано другими трамваями на данном участке контактной сети. Следует отметить, что, реагируя на просьбы горожан, уже со следующей недели в утренние и вечерние часы на линии второго маршрута будут ходить так называемые «старые трамваи». Центр латышской культуры намерен принять участие в проекте «Река перемен» Даугова-Двина, в рамках которого планируется, помимо развития культурно-исторического сотрудничества между Дагубелсом и Витебском, провести строительные работы. Речь идет о ремонте лестницы со стороны улицы Саулос и создании выставочного зала. Кроме этого, в рамках проекта в Доме единства должен будет появиться еще один лифт. Предположительная стоимость проекта составляет около 384 тысяч евро. И в следующем году Даугубелс будет принимать у себя финальное шоу национального конкурса «Музыка Алабанка-2020». В четверг этот вопрос был рассмотрен на заседании финансового комитета, и депутаты самоуправления поддержали предложение о выделении софинансирования на организацию и подготовку этого мероприятия. Общая сумма составит 79 140 евро. Она будет включена в городской бюджет 2021 года. Договор заключенной нашей городской думы с Латвии с Радио предусматривает проведение таких мероприятий как минимум в течение трех лет. В этом году финал Музыкального банка прошел в городе во второй раз, и лучшей композицией года стала песня, которую исполнил популярный латвийский певец Донс. На железнодорожной станции «Индра» из товарного поезда произошла утечка почти 400 литров мазута. Угрозы для окружающей среды нет, об этом сообщает Государственная служба окружающей среды. До выпуска регионального управления среды 5 февраля получило сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы о том, что на данной железнодорожной станции был остановлен грузовой поезд, поскольку из двух цистерн произошла утечка топливного мазута. Перевозчиком груза является фирма ЛДЗ Карго, и этот груз планировалось доставить в Венсплс. На место происшествия незамедлительно были вызваны оперативные службы, а также аварийная бригада Латвия Сделстельш. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что утечка мазута произошла только в пределах рельсовых путей. Из-за низкой температуры воздуха мазут затвердел и не распространился дальше рельсовых путей. В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, в результате чего Латвия окажется в зоне бури, которой уже дано название Клара. В воскресенье Великобритании скорость ветра местами может превысить 35 метров в секунду. Сильный ветер прогнозируется и на севере Франции, в странах Бенелюкса, Германии и Дании, а также в других регионах Европы. В Латвии самый сильный ветер ожидается в ночь на понедельник. Его порывы превысят 20 метров в секунду, а на побережье Курзума, возможно, составит 30 метров в секунду. Сильный ветер сохранится также и во вторник, и в среду. В ночь на субботу на востоке страны выпадет снег. В понедельник по всей Латвии ожидаются осадки. Температура воздуха на следующей неделе составит плюс 4, плюс 6 градусов по Цельсию. Немного теплее будет в начале недели.